О, Клача! Ключ забула! Матерь Божья! Меньше летая! Марта, что-то вы сегодня рано. Я вас еще не ждал. Не волнуйтесь, просто я вас почувствовал. Пройдемте в дом. Редактор субтитров А.Семкин Верочка Ивановна, я бы с удовольствием, но знаете, в командировках иногда не получаю. Это очень плохое. Просто очень плохое. Здравствуйте. Здравствуйте. Тимур, вам уже лучше. Тимур, вам уже лучше. Гуляете все больше и больше. Я понимаю, разгрузочные дни, это очень прекрасно, очень чудесно. Только знаете, когда? Когда человек отдыхает, лежит дома на диване, ноги задравши, и ничего не делает. А у вас же работа. У вас же на работе одни сплошные стрессы, а? Приберусь. Помочь вам? Не-не-не, сидеть, сидеть. Сама. Я же на Виолетта. Всем доброе утро. Доброе. Доброго утра. Здравствуйте. А, как ваше самочувствие? Знаете, на порядок лучше. И все благодаря нашей Вере Ивановне. Да ну, ну шо вы няженой в дубну. А после астрологической диеты Виолетты, я думаю, что о гастрите забуду напрочь. Астрологическая диета? Тимур, новое дело вам особенно будет интересно. Герой этой истории достиг в астрологической диете наивысшего уровня. Он практически питается только праной, энергией солнца. Серьезно? Я думал, этих праноедов давно разоблачили, никто в это не верит. Да. Но в селе Горенко под Киевом один такой появился. Так. Знакомьтесь. Веданта утверждает, что ему 75 лет. Создал в селе Горенко клуб закрытого типа для женщин 45+. Но, по мнению местных жителей, он превращает там женщин в ведьму. В селе разыгралась настоящая война между молодыми девушками и зрелыми женщинами. Члены клуба «Ягодка» уводят молодых мужчин из семей. «Ягодка»? У этого йога явно все хорошо с чувством юмора. А это, я полагаю, одна из жертв так называемого колдовства. Да. Это Галина. Она к нам обратилась. А еще собрала больше 150 подписей. Ого. 20-летние парни не хотят встречаться со своими одногодками. А муж Галины уже ушел из семьи и переехал жить к своей учительнице. Это интересно, чем они их там берут. Вот это нам и предстоит выяснить. Значит так, Денис, ты займешься историями мужчин, а вы, Тимур, пообщайтесь с женщинами. Расспросите об их перевоплощении. Побольше узнаете об этом в Веданте. Говорят, что он просто волшебник. Левитирует. Может ходить по воде и появляться одновременно в разных местах. Галину, от которой вчера ушел муж, утешали подруги. Продавщица Тамара тоже стала жертвой так называемых ведьм из клуба Ягодка. А Катерина Ивановна люто ненавидела клуб и очень сопереживала молодым девушкам. Ось, подписали 150 жителей села. Нам больше нема на кого сподіватися. Старухи показилися, забирают собі наших чоловіків. Мы обратились уже и до полиції, и до знахарок. Ніхто нічим не може допомогти. У полиції кажуть, нема складу злочину. И что нам робити? Куди бігти? Только до реальной містики. Стыдуха какая. По ним доска гробовая плачет, а они на свиданки к 20-летним бегают. Позорище. Хай на очи нам больше не потрапляють. Дамы, расскажите, пожалуйста, что именно произошло? Я могу все рассказать. Я первая, кто его увидела. Он мне сразу не понравился. Прилятного вам дня. Господи! Не слышала, как вы вошли. Простите, не хотел вас пугать. Я извиняюсь, а вы кто? Меня зовут Веданто Баланджи. Йоги Хариш. Ну, называйте меня просто Веданто. Ага. Я вижу, вы о чем-то хотите меня спросить. Это у меня священный знак. Защищает мой третий глаз. Ага, ясно. А вы... И колдун ли я? Нет, скорее просто странник. Кстати, вы не подскажете, может быть, кто-нибудь в вашем поселке продает домик? Продает. Ума. Моя. Я вам запишу номерок. Будьте любезны. Буду вам очень признателен. Благодарю. А что это у вас там? А где? А где? Если б я знала, чем это все закончится, я б никогда ему не помогла. Ну, он как заколдовал меня, вот я ему и дала телефон Кумы. Она как раз после смерти бабушки дом продавала. Ну, его он и купил. Ой, до сих пор перед Кумой стыдно. Привела колдуна. Дальше я расскажу. Простите, а вы не член этого клуба? Боже упасть. Между прочим, я первая, кто додумалась к вам обратиться. Это ж стыдоба какая. Старые кошелки у молодых парней отбирают. Тьфу. А Любка, соседка моя, первая ведьмой стала. Я сама видела, как он, черт этот, ее завербовал. Катерина Ивановна рассказала, что она одна из немногих женщин за 45, которая не поддалась чарам веданты и не вступила в клуб. Однажды они с мужем возвращались с почты и видели, как вокруг молодого мужчины вилась пожилая соседка Любовь Яковлевна. Ой, я смотрю на вас, а вы все что-то ремонтаете, ремонтаете и совсем не отдыхаете. Спасибо, но я совершенно не устал. Да и не из-за совсем ничего. Что значит, нет женщины рядом, нет порядка. Вещайтесь с сыром. Меня Люба звати. Ох, вертихвостка. И не говори. Видел бы ее покойный муж Павел Сергеевич. Стыдоба. Очень приятно. Спасибо, Люба. Я благодарен вам за вашу заботу, но, к сожалению, вынужден отказаться. Дело в том, что я питаюсь только праной. А может, рецепты когда сте, то я вами приготовлю. Нет, что вы, прана, это божественная энергия. Ох, вот уж бы я и дивлюся, что вы такой худючий. Зато я и выгляжу маложе своих лет. Вот как думаете, мне сколько лет? Может, тридцать пять? Семьдесят пять и не месяцами. Тихо-тихо-тихо-тихо. Осторожно. О-о-о. Люба, завтра открытие моего клуба. Я расскажу, как сохранить молодости в пятьдесятые, семьдесятые, даже в девяностые. Так что милости прошу. А с кумою можно? Да, конечно. И подруг приводить. Жду вас. Вот только попробуй. Ищешь себе приключения на одно старое место. Шарлатану, оно же сразу видно. Идем. Слава Богу, мой Федор Иванович меня вовремя остановил. Какая же женщина откажется от рецепта вечной молодости? А подружки-то мои пошли. Ничего святого не осталось. А что, женщины действительно изменились? Действительно помолодели? Да, может, и помолодели трохи. Так не в том справа. Вы понимаете? Вони с первым лучшим... Вот это вот. Ну, они там все одинокие. В кого человек помер, в кого пьет, а в кого взагалі никогда не было. А теперь, конечно, они звезды на все село. Никто перед их чарами стоять не может. Ни в двадцать, ни в шестьдесят. А они, конечно, они ж собі молодых выбирают. Ты про своего, про своего расскажи. Это же вообще ужас. Ну а что? Він спочатку відмовився виконувати свої подружні зобов'язання. Я до нього залицяюся, зваблюю його, а, йому байдуже. Вот тоді я і зрозуміла, що в нього з'явилась якась мимра. Галя решила проследити за мужем. І ужаснулась. После работы Николай с вином і конфетами отправился к Рите Вікторовне, їх первой учительнице. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я когда увидела, до кого на свиданки бігает Миколька, я взагалі ледь не померла от ужаса и стыда. Вы уявите, она наша учителька. Когда в первом классе училась, она уже была на первой свежести. А что про сейчас сказать? Да это ужас. Вот, кто бы подумал, что через 8 лет эти двое будут жить как молодята. Мой уже неделю у этой старухи живет. Тьфу, позорище. Мне мой Федор Иванович так сказал, что привез этот веданта сюда бесов разврата. И теперь в нашем селе все мужики спят только с этими клячами из ягодки. Один мой Федор Иванович держится. Ни разу мне не изменил. Святой человек. Послушайте, они ведьмы. А те, что они с нашими людьми делают, это вообще магия. Ну, как таке возможно, чтобы тетка, которая нас за розмальованые подручники в угол ставила, теперь собирается оженить на собе моего человека, своего учня. Ему пороблено. Ем всем бедолагам пороблено. Участницы клуба «Ягодка» шли на контакт менее охотно. Однако Тимуру удалось уговорить троих из них откровенно рассказать о происходящем. Женщины собрались в доме у Любови, соседки-веданты. Теперь расскажите, пожалуйста, что из себя представляет ваш клуб «Ягодка»? Звучайный клуб по интересу. Для тех, кому ты 45. Простите, а по каким именно интересам? Дамы, не стесняйтесь, рассказывайте. Ну, чем более откровенными вы будете, тем скорее мы сможем вам помочь. И недоброжелательницы клуба перестанут на вас нападать и во всем обвинять. То скажи, ты ж права руководанте. Ну, что сказать. Интересов много. Но главное – это сохранить молодость. Мы занимаемся, робим разные упражнения, шпагаты, позы йога. Иногда даже танцуем. Простите, а руководитель клуба «Виданта» дает вам домашние задания? К примеру, кого-нибудь соблазнить. Ну, что вам такое понарассказывали эти молодухи? Конечно же, нет. Он нам дает знания. Вот я 30 лет проработала в школе, и я думала, что я все знаю о жизни. Но как оказалось, что я совершенно ничего не знаю. Я только сейчас начала жить. Тимур, поверьте, мы не перевтилюемся в ведьум. «Виданта» вчет нас подвищать энергию кундалини. И мужчины сами липнуть. Мы специально ничего не делаем. И Виданта – прекрасная людина. И цель у него свята – освобождать женщин зрелого возраста от оков и стереотипов. Не слушайте никого. Никого. Только себя. Только собственное тело. Вот. Расправьте плечи. Освободите энергию. Освободите энергию кундалини. В ваших телах живет любовь, живет страсть. Освободите ее. Выпустите ее наружу. Начните жизнь заново. Купите себе ортопедические подушки. Начните принимать ванну каждый день. С пеной. Ведь только насыщенная интимная жизнь подарит вам молодость на долгие, долгие годы. Солнышко. Боже мой, как ты прекрасна. Посмотри на себя, ты же красива. Зачем вы нацепили на себя этот бабий платок? Снимите его. Снимите. Боже мой. Прекрасно. Вот, 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 вот. Освобождайте. Смелее. И он прав, ведь мы живем по каким-то чужим законам, во всем себе отказывая, в том числе и в интимной близости. В клубе только одинокие женщины. И у многих из них интима не было лет 35. А ведь это не только удовольствие. Это спасение от старости. Женщины стали ходить в клуб каждый день. Утром и после работы. Их жизнь начала меняться на глазах. Бедра зажатые. Чуть-чуть свободнее. Прекрасно. Вот так. Зажатые бедра, зажатая сексуальная энергия. Чуть свободнее. В поселке Горьевка открыли клуб для женщин за 45. С тех пор молодые мужчины бросают семьи ради любовных утех с более зрелыми посетительницами клуба. В поселке разыгралась настоящая война между молодыми и зрелыми женщинами. Молодые винят во всем Йога-Веданту, основателя клуба. Он якобы превращает женщин в настоящих ведьму. Так как же объяснить все происходящее? Тогда расскажите, какими сверхспособностями обладает ваш наставник? Ой, чего он только не умеет. Вот сегодня с ранку... Ой, Марта, расскажи, что он сегодня вытворял. Значит так, занятия ранком проходят у нас в 5 годы. Это самое благоприятное время для духовного роста. Так ось, в меня случайно взломался годинник. И я пришла случайно на годину раньше. Что я там побачила? Марта рассказала, что Веданта никогда не спит. Ночью он проводит в медитациях. Но только сегодня она увидела, в каких именно. Марта посмотрела в окно и увидела, что Веданта висит в воздухе, в метре от пола. Матерь Божия, меньше летая. И вдруг Гуру, который только что находился в комнате, очутился во дворе, за спиной женщины. Что-то вы сегодня рано. Я вас еще не ждал. Ой, а то, что я побачила, навіть на голову не налазит. Как это можно, чтобы проста людина по воде ходила? Любовь рассказала, что однажды рано утром она встречала восход у реки. Вдруг она увидела Веданту. Но Йог не купался в воде. Он шел по ней. Я не могла поверить в то, что бачу. Людина йде по воде. Та я кажу, что он после этого уже людина. Так робил лише сами знаете, кто. А река у вас глубокая? Дуже глубокая. Мы тут и все часто купаться ходим. Скажите, а вы что-нибудь подобное видели? Да. У этого человека колоссальная, нечеловеческая сила. Еще Любки с Мартой достану. Рита Викторовна рассказала, что однажды перед утренним занятием не смогла достать коврик для йоги из кладовки Веданты. Гуру помог ей. С легкостью переставив тяжелую коробку, которую женщина не смогла даже сдвинуть с места. И что, он не требует никакой платы за свои услуги? Нет. Мы только приносим цветы и фрукты жертву богам. Больше ничего. Больше того, бенчин и псыг до клуба берет. Мало того, что женщина должна быть за 45. Самотня. Несчастлива в шлюбе. А вы с доброй душею. И как он это проверяет? Бачите. Всех насквозь бачите. По словам Любови, она видела, как Катерина Ивановна просила у Веданты разрешения посещать клуб «Ягодка». Здрасте. Здравствуйте. Вот пришла тайна от Федора Ивановича своего. А то узнают, убьют ведь. Возьмете меня к себе-то? Нет, Катерина Ивановна. Вас не возьму. Как это так-то? Мне давно за 45. В браке несчастлива. Отводила уже лет 20 не было. Все условия для вступления в клуб соблюдены. Душа у вас, Катерина Ивановна, черная. Таких не беру. Это черная у меня, черная эта душа. У других, почти что ли, белая? А вы сами знаете, отчего она у вас черная. Всего хорошего. Да не больно и надо было-то. Обойдемся без твоих клубов-то. А вы не знаете, что он мог иметь в виду? Та ей в селе никто не любит. Буду же застрять в сень. Та и в клуб вона попарилась не по нужде. По завидно стало. Вони все нам застрять. Итак, молодые женщины в селе твердо убеждены, что в их зрелых односельчанок Йог Пранаед вселяет бесов разврата или же превращает в ведьм. После чего, несмотря на свой возраст, они могут заполучить любого мужчину. Главный вопрос, для чего это самому Ведантия? Интимных отношений с так называемыми ягодками у него нет. Возможно, его цель – месть. Больше всего от клуба «Ягодка» страдают молодые девушки. Судя по рассказам, молодые парни просто бегут от своих одногодок к ягодкам. Я чувствую, что разгадка кроется именно в ответе на этот вопрос. Каков мотив Веданты? Андрюша, не помешает? Да, проходите, пожалуйста. Андрей, меня пригласили на ежегодную встречу профессиональных астрологов. Будут встречи с международными специалистами, ну и, конечно же, закрытая вечеринка. Это замечательно и... Я решила пригласить вас. Надо же. Мне, конечно, очень приятно, но... Ну, я надеюсь, это изменит ваше отношение к астрологии. Так что завтра в семь. Завтра? Вы знаете, завтра, к сожалению, не могу. Обещал жене посидеть с младшеньким. Как жаль. Мне тоже очень жаль. Знаете, если у вас что-то изменится, сообщите мне до обеда. Я обязательно вас уведомлю. Денис отправился поговорить с мужчинами, которые попали под действие чар женщин за 45. Мой помощник не ожидал, что его собеседники будут настолько откровенны. Мы их всю жизнь по отчеству называли. А они оп, превратились в таких... Ну, короче, они во. Правда, мужики? Да. Поначалу это, конечно, странно было. А сейчас от такого удовольствия просто не откажешься. Ягодки, ягодки просто сводят с ума. А как давно эти женщины стали проявлять к вам интерес? Все началось после того, как к нам приехал этот йог и открыл свой клуб. Ну, а где-то через недельку женщин в селе уже было не узнать. Николай, муж Галины, рассказал, что работает плотником. Однажды ему позвонила Рита Викторовна, его первая учительница, и попросила отремонтировать межкомнатные двери. Ох, Николяша, как же ты ловко со всем справляешься. Не устал? Может быть, сделаешь паузу и выпьем чайку? Ох ты, Ёшкин кот! То есть, хорошо выглядите, Рита Викторовна? Я не устал, но от чая не откажусь. Пойду поставлю чайник. Вдруг учительница коснулась рукой бедра Николая. Прости, я такая неловкая. Ничего, Рита Викторовна, можете еще раз пройти. Уверен? Уверен. Это просто безумная, нечеловеческая страсть. Скажу честно, я не жалею, что ушел от галки. Да, все родственники и друзья думают, что я сошел с ума. А мне плевать. Сейчас я себя чувствую настоящим мужчиной. А вас не смущает то, что противники клуба называют этих так называемых ягодок ведьмами? Да, какая разница. Если такой кайф, то пусть они хоть ведьмы, хоть малки. Нам-то что? Ну? У этих женщин нет ни комплексов, ни границ. О чем говорить, если меня соблазнила тетя Люба? Я ее обычно так всегда и называл. Юрий рассказал, что дважды в неделю приходит к тете Любе за молочными продуктами. Но несколько недель назад между ними завязался страстный роман. Тетя Люба. Ой, Евошка, дали. Дали. А что это ты за кляк? Ой, наспех догнула. Ну, сейчас. Бывай. Чему же хочешь зайти? Я начал ходить к ней регулярно. Каждый день. Не я один. Это в каком смысле? Да, в обычном. Дело в том, что меня одного ей не хватает. Да, это со всеми ягодками так. И никто ни о чем не жалеет. Так что, как видите, все у нас хорошо. Дурачьево все. Облапошили вас, а вы и рады. Спросите, вам что-то известно? Вы хоть на своем телевидении умные должны быть. Этот йог почему старухами-то занялся? Черт. А я вам скажу. Вот когда все молодые мужики на старуха переключатся, кому молодухи достанутся? По всему выходит, что ему, Веданте. Вот то-то же. Когда мой помощник пришел поговорить с самим Ведантой, то застал у его дома целую толпу молодых женщин. Они требовали изгнать Веданту из села со всеми его ученицами-ведьмами. Вы можете... Чем могу помочь? Здравствуйте. Меня зовут Денис, передача «Реальный мистик». К нам обратились жители вашего села. Вы понимаете, женщины, которые состоят в вашем клубе, проявляют неестественную сексуальную активность. И семьи распадают. Ничего противозаконного в моем доме не происходит. И расследовать тут нечего. Я просто передаю женщинам некие знания. Если это так, то можно посмотреть, где проходят ваши уроки? Нет. Двери моего дома открыты только для тех, кому это действительно необходимо. Простите. Секундочку. А почему вы тогда не открыли дверь Катерине Ивановне? Ей тоже было нужно. А вот это вы у нее самой спросите. Любопытно, что она вам ответит. Я извиняюсь. Эти суматохи не смог представиться. Максим Юрьевич участковый. Очень приятно, Денис. У вас есть что-то на этого человека? Не густо. Копия паспорта. Зарабили, когда он будинок куповал. Зовут нашу веданту Виталием Куликом. По базам не числится. Паспорт новый. Кажет утерян старый. Останет 20 роков у Индии мешка. Ну, судя по документам, ему не 70, а немного за 30. Веданта солгал про свой возраст. Так может, это не единственный его обман. Мы исследовали кровь так называемых ведьм из клуба Ягодка, а также их молодых любовников. Но не обнаружили никаких веществ, вызывающих повышенное возбуждение. И я предположил, что веданта гипнотизирует женщин. Нам необходимо было выяснить прошлое странного гуру. Андрюша, я к вам и вот по какому делу. Я все придумала. Я даже боюсь предположить, что вы там придумали. Вот только не надо иронизировать, потому что я действительно все хорошо придумала. Не надо быть вангой, чтобы, глядя на это измученное лицо, но не понять, что сам Великий Андрей Ебрин в глубоком тупике. Но Вера Ивановна все придумала. Хорошо. Вера Ивановна, честно вам скажу, по вашему лицу тоже несложно догадаться, что вам очень интересно, чему там обучают в этой Ягодке. Да, да, да. Но я вас туда не отпущу. А это чего? Ну, во-первых, а на кого вы оставите офис? Во-вторых, у вас слишком большой личный интерес. Денис искал причину, по которой Веданта появился именно сейчас и именно в этом селе. По нашей просьбе, участковому удалось найти любопытные документы. Ну, значит, про Катерину Ивановну, и кое-коворите, он не пустил в свой клуб. Гражданка Гурочкина, в девичестве Метик, была замерзена за их гражданином Игорем Куликом. А наш Веданта, получается, Виталий Игоревич Кулик, если я не ошибаюсь. Так точно. Оказалось, что Екатерина Ивановна когда-то была мачехой Веданты. Возможно, этот факт поможет нам приблизиться к разгадке. В 2000 году Игорь Кулик горел от пьянства. Нам сказали, что сына выхлопала мати. То, на жаль, и контакты в немае. Ну, спасибо вам огромное. Мы собрались, чтобы подвести первые итоги. Итак, отец Виталия Кулика, Игорь, уходит из семьи к молодой любовнице Катерине, которая, прожив с ним 10 лет, бросает его ради более молодого мужчины Федора. А что ты узнал о матери этого Веданта? Ну, кое-что узнал. Она умерла 3 года спустя после развода. Сильная депрессия, набрала более 200 килограмм, но вот сердце и не выдержало. Любопытно. Теперь понятен мотив отказа Веданта от еды. Еда убила его мать. Однако, через 30 лет Виталий Кулик поселяется в селе, где живет разлучница Катерина. Отказывает ей о вступлении в клуб и... И все. Для мести это как-то маловато. Да и до сих пор непонятно, как он делает из 45-летних женщин ненасытных нимфоманок. Одних шпагатов и лекций на тему раскрепощения как-то маловато. Не вставайте. Ну, кто из вас угадает, где Верочка Ивановна провела цей чудесный и незабываемый день, а? У клубы ягодка. Где? У ягодки. Судя, Вера Ивановна, вы все-таки туда поехали? Конечно, все законно, Андрюша. Все в норме закона. Я туда поехала во внеурочное и нерабочее время. Вот так имею право. Вера Ивановна, не томите. Я, Тимурчик, вам расскажу, что там происходит. Вера Ивановна рассказала, что после работы успела на вечернюю лекцию. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Верочка. И мне 45 лет. Знаете, моя жизнь не удалась ни с какого боку. Просто ни с какого края. И поэтому я готова на приключения на какие-либо-нибудь. Ну что ж, тогда вы по адресу. Знаете, я хотела Богам в дар принести цветочков, так, для эстетики, чтобы красиво было. Ой, честное слово, не нашла магазина. Так, может, Боги не побрезгуют яблочками возьмут, а? Ну что ж, благодарю. Вообще-то это личное пожелание каждого, но... Проходите, мы только начали. О, Господи. Прошу вас. Да. Да. Лекция началась с того, что Йог демонстрировал фильм о женщинах, которые по-настоящему раскрылись уже после 50-ти. Но прошу заметить, в 80 лет она стала всемирно известным диджеем. Поэтому именно сейчас, когда вы уже не глупые девушки, а умные женщины, пора начать жить для себя. Марта, я попрошу вас провести общую практику. А мы с Ритой пройдем на индивидуальный сеанс. Я ведь ничего не путаю, сегодня ваша очередь. Да-да, все верно. Вчера была Наташенька, я всегда за ней. Прекрасно. Тогда пройдемте. Девчата, давайте перед шпагатом расслаблено подыхаем. Уважаемый, я тика извиняюсь, что я прерываю ваше дыхание, но вы мне не можете сказать, а куда-то сегодня пошли, а? На массаж, Юнь. Я еще раз извиняюсь, а массаж Юнь, это как? Можно подумать, ты не знаешь, что такое Юнь. А хиба такой массаж бывает? Его делает сам Веданта. Ой, мама. Теперь я бачила все. Однако про массаж они нам ничего не рассказывают. Правильно, потому что им гуру запретил. Он говорит, что это в лечебных целях. Ну, кто из женщин захочет, чтобы про него в селе слух пустили, что у него Юнь больна? Это ж стыдно. Засмеют. По утверждению Веры Ивановны, раз в неделю каждая ученица проходила так называемый массаж Юни. Я решил проконсультироваться со специалистом. Могут ли подобные практики стимулировать ненасытное влечение у женщин? Юни – это санскритский термин, который часто используется для обозначения внутренних женских органов. Казимир Мурашко, доктор медицины, руководитель единственного в Украине центра тантрического массажа. Во время менопаузы большинство женщин испытывают депрессию Юни. Подождите, как вы сказали, у Юни может быть депрессия? Это научный термин? Да. Многие, кстати, удивляются. В период менопаузы женщины начинают стесняться своей внешности и фигуры. Ругают себя за это подсознательно. В результате плохое настроение, упадок сил, отсутствие интереса к жизни. И в конце концов депрессия Юни. Ну, допустим. А если вывести эту Юни из состояния депрессии, может ли это спровоцировать такие аппетиты у женщин, как у наших героиньев? Ну, судя по вашему рассказу, все женщины пребывают постоянно в возбужденном состоянии. Это отклонение от нормы. Нимфомания, болезнь. Возможно, стоит более тщательно проверить места, где женщины проводят больше всего времени. Ты один, Дениска. Да? Это очень хорошо, потому что мне не нужна твоя помощь. Так. Я весь во внимании. Короче, так, Денис. Я у того, видан, ты камеру поставила. А что за удивление? Ну, Женя мне объяснил, як, шо, до чого. Только, знаешь, я, наверное, все-таки в чомусь лоханулась, потому что картинки нема, я теки звук один, понимаешь? Ну, мы поставили камеры. А почему при всех об этом не сказать? Ну, потому что я постеснялась. А про Тимурчику, про Андрюше я постеснялась. Ты помогать будешь, чи я? Конечно, буду. Так, Ося. Здесь? Да. Так. Лишусь до боли знакомое. Такое впечатление, что кто-то ест яблоки. Я хотела богам в дар принести цветочков, так, для эстетики, чтобы красиво было. Ой, честное слово, не нашла магазина. Так, может, боги не побрезгуют яблочками возьмут? И я даже знаю, який сорт. Не, ну, никому не заверить, а? Вот тебе и проноед. В поселке Горевка разыгралась настоящая война между молодыми и зрелыми женщинами. Мужчины бросают семьи ради любовных утех с уже не молодыми участницами клуба «Ягодка». Основатель клуба – «Веданда». Якобы настоящий маг. Жители села видели, как он левитирует, ходит по воде и питается исключительно солнечной энергией. Мы выяснили, что «Веданда» делает своим ученицам массаж йони. И мы уже в шаге от разгадки этого таинственного дела. Тем временем Тимур пришел к Екатерине Ивановне. Чтобы поговорить о семейной истории «Веданты», женщина жаловалась на плохое самочувствие. Екатерина Ивановна, а вы знали, что «Веданда» – это сын Игоря Кулика, вашего бывшего мужа? Что? Вот это да. Я его видела, когда ему лет 10 был. Такой был мальчик упитанный. А теперь… Ну, дело. Простите, а что это у вас? Это какая-то аллергия. Не знаю, на что. Чешется целый день. Скажите, пожалуйста, вы вчера были в клубе «Ягодка». Только поймите, это очень важно. И мы ничего не скажем вашему мужу. Нет. 300 лет мне этот клуб сдался. Нет. Однако вы же туда пытались попасть, и вас не пустили. До временного помутнения было. Злость взяла. Ну, подумала, может, что-то в этой жизни упускаю. Вон она у них какая яркая. Вы знаете, ваша аллергия может быть неспроста. Если Виталий, Витамка, здесь появился, то вполне возможно, он хочет вам отомстить. Вы накануне что-нибудь необычное делали? Может быть, ели, пили? Или купили что-нибудь? Да нет. Не покупала такого ничего. То, что всегда. А, вот же подушку ортопедическую купила. Из гречневой шелухи. Тимур вспомнил, как ранее женщины из клуба «Ягодка» тоже говорили про подушки. Купите себе ортопедические подушки. И начните принимать ванну каждый день. Ну, это еще месяц назад было. Вот. И вы вчера на ней спали? Да. Ну, я уже на ней месяц сплю. И у нас полсела такие заказала. Я сама на почте видела. Можно я у вас ее заберу? Берите, если нужно, конечно. Спасибо. Моему помощнику удалось не только расшифровать звук видеозаписи со скрытой камеры, но и восстановить видео. Он поспешил показать заснятое веданте. Веданте клялся, что не знал, что по ночам в приступах лунатизма он ел неосознанно. Мужчина был уверен, что уже около полугода питается только праной. Однако ничего запретного женщинам он не давал и уводить чужих мужей не советовал. Я понимаю, вы мне не верите. Но поймите, у меня совсем иная цель. Я ведь не бедный человек. У меня свой бизнес в Индии. Я достаточно много знаю, много путешествую. Просто мне кажется, что наши женщины достойны большего. Я же только хотел напомнить им, что они особенные, что жизнь после 45-ти может быть прекрасной. Но согласитесь, если бы муж Катерины Ивановны ушел к одной из ваших ягодок, вам было бы приятно. Да, вы правы. Я, собственно говоря, потому свою миссию и начал с этого села. Но теперь уже не закончил. Слишком неожиданный эффект. В каждой одинокой женщине за 45 Виталий Кулик, он же Веданто, видел свою брошенную и убитую горем мать и хотел помочь всем одиноким женщинам зрелого возраста. Чтобы убедить женщин, что чудо возможно, он специально подстраивал ситуации, где показывал себя сверхчеловеком. Для левитации использовал специальную конструкцию, спрятанную под туникой. Для хождения по воде – прозрачную платформу. Но, несмотря на то, что все чудеса Веданты оказались спектаклем для впечатлительных женщин, к их гиперсексуальности он отношения не имел. Всему виной оказались вот эти самые подушки из гречневой шелухи, которые заказали себе подписчицы газеты «Добрая бабушка». Не поняла. Вера Ивановна, история такая. Продавщица Тамаре партию этих подушек привез ее приятель. Но продавать их в продуктовом магазине она не могла. И поэтому они придумали хитрый ход. Дать объявление в газету, которая выписывает половина села. И гениальную акцию. Сколько вам лет, такую скидку вы и получите. На одной из первых лекций Веданто порекомендовал женщинам купить ортопедические подушки для отдыха. Они так и сделали. Но подушки оказались бракованными. Гречка была обработана химикатом, вызывающим активацию определенных нейронов, которая провоцирует постоянное желание. Вещество сложно обнаружить в крови, если не знать, что искать. Достигнув критической массы в организме Катерины Ивановны, токсин из бракованной подушки спровоцировал у нее аллергию. Катерина Ивановна тоже испытывала желание, но стеснялась сказать об этом мужу. Тогда она и решилась вступить в клуб. А после того, как Веданто ее отверг, возглавила восстание села против него. Так что получается, массаж Йони тут совершенно ни при чем? Этот массаж, конечно, штука хорошая, но он только подчеркнул эффект от подушек. Это жена, да. Ну и теперь женщинам ягодного возраста придется научиться жить без возбудителей. Неверные мужчины раскаиваются и просятся вернуться обратно в семью. Однако Николай все же не вернулся к Галине. Он утверждает, что любит Риту Викторовну, свою первую учительницу. Ой, прям такой хэппи-энд получился. Слухайте, ну а в честь такого, так сказать, хорошего раскрытия дела, может, повинцю трошечки, потому как благодарные почитательницы вашего таланта принесли винця. Добрый вечер. Тимур, вы готовы? Конечно, Виолетта. Коллеги, до свидания. Хорошего вам вечера. Пройдемте. Стесняюсь спросить, а куда циво напишла? А, Вера Ивановна, Тимур просто согласился пойти с Виолеттой на какую-то важную встречу каких-то избранных астрологов. Ну, это не важно, Вера Ивановна. Вы говорили о вине. Да, Дениска. Только я только что вспомнила, что это вино принесли лично для Жени, его личной поклонницей. А я, знаете, что я так устала за сегодня, иду, и я до дому. То есть так. До свидания. Так. Пока. 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 Продолжение следует...